Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 23 года, вроде всё хорошо, я замужем, но что-то во мне щёлкнуло, началась разрушительность, показывание зубов, психи, я не хочу так раньше сможем, было всё хорошо. Сейчас же я его не перевариваю, хотя понимаю, что это неправильно, что я углублюсь и не за то, что он делает для меня. Не знаю, что происходит. Ну, я полагаю, что первое, что нужно сделать, это вообще-то провести анализ ваших отношений и посмотреть, что именно в них сейчас происходит, как вы выстраиваете отношения, как вы живёте и так далее. Вот. То есть, ну, у вашего состояния есть причины, эти причины индивидуально не могут быть связаны как и с, значит, развитием отношений непосредственно с вашим мужем, а может быть связаны с какими-то аспектами вашей личности. Например, с реализацией, например, с драками, например, с какими-то паторными, вот. Или какими-то реакциями на какие-то, опять же, события. То есть, вы, Татьяна, задаёте максимально такой вот, я бы сказал, общий вопрос, на который довольно сложно дать ответ. Вот, вы говорите о раздражительности, об игры всем, если я правильно вас понял. И в то же время вы говорите, как будто бы мне так, по крайней мере, показалось, вот, что вы говорите про чувство вины перед мужем. Вот, и если у вас есть чувство вины, то вот в этом случае, да, чувство вины лучше под спорьем для агрессии, чувство вины лучше под спорьем для раздражения, чувство вины лучше под спорьем для такого, ну, чувства, ощущения, если угодно, что ваша личная граница нарушена, вот. Чувство вина лучше под спорьем для вас. Чувство вины в этом плане самое лучше под спорьем, потому что вы не чувствуете себя свободным. Вот. Вы чувствуете, как бы, что, ну, грубо говоря, болжни. Вы чувствуете, что болжни своему мужу, вот, потому что он для вас много, например, дела. Хотя, на самом деле, делать для вас что-либо или не делать для вас что-либо, это, как мне думается, его личное дело и его личный выбор. Не принимая выбор другого человека, вы как раз таки и оказываетесь в этой ловушке, в ловушке вины. Когда вам кажется, что вы должны ему чуть ли не, ну, чуть ли не за все вообще. Вот. Хотя, я, я повторюсь, что вы не должны ему, вот. Если он что-то для вас делает, то это его выбор. А вот, ну, чувство вины имеет разные основания и, опять же, мне бы не хотелось так отвлеченно сейчас об этом говорить. Да, пусть мне бы хотел все-таки, наверное, как-то более, более конкретно это обсудить, более конкретно об этом поговорить. О том, есть ли у вас, в принципе, например, чувство вины, если есть, то как оно проявляется, если есть, то в силу чего оно проявляется и так далее. Вот. То есть, хотелось бы в этом смысле проявить по отношению к вам определенную гуманность и внимательность, уважение. Потому что, на мой взгляд, давать вопрос, ой, давать ответ, такой вот общее, это неуважение к вам и игнорирование каких-то ваших особенностей, вот. Что для, ну, для меня, пожалуй, что является неприемлемым. Вот. Потому что очень легко. Таким образом, как-то вот не заметят. Есть тех аспектов, которые имеют, скажем так, решающее или, скажем так, принципиальное значение. Вот. Да, есть, скорее всего, есть, действительно, проблематика личной границы, есть, действительно, скорее всего, проблематика выражения своих эмоций, своих чувств, есть наверняка какие-то ожидания, если вы зависите от своего мужа, если вы зависите от него финансово, если вы зависите от него материально, да, то, конечно же, это будет оказывать влияние, в том числе, потому что это, опять же, не свобода. Это вот, не знаю, не свобода, с которой вы, ну, вы можете сталкиваться. Вот, она может очень сильно подавлять, она может очень сильно мешать, она может очень сильно давить, именно давить психологически, вот, и вам нужно с этим как-то справляться, вот, ну, вот вы, собственно, как-то справляетесь с этим, вот, как умеете, не идеально, вот, но справляться. Можно ли справляться лучше? Да, можно, можно справляться лучше, вне всякого сомнения, можно справляться лучше, вот, но самостоятельно вы сделать этого, скорее всего, не сможете, потому что находитесь во власти привычных, ну, привычных моделей мышления, а вот, в первую очередь, во власти привычных моделей мышления вы находитесь, и, во-вторых, наверняка есть, какая-то, вот, у вас, скажем так, вторичные выгоды, вот, по-выше вы делаете, то есть, вам есть выгода, это была какая-то. И наша задача, посмотреть, наша задача, разобрать, наша задача, увидеть, что это за выгода, вот. И мы можем это сделать, опять же, мы можем это сделать, если вы позволите нам это, вот. Вот как-то так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь с помощью. Вам она пригодится. За обратную связь по моему ответу буду вам благодарен, это позволит вам сформулировать базовые постелаты для психотерапии. Удачи. Удачи.